3 декабря в ЛЭТИ появилась новая традиция – устраивать вечера встреч нынешних студентов с выдающимися выпускниками нашего ВУЗа. Проект получил название «Есть контакт». Встречайте у нас в гостях выпускник ЛЭТИ, доктор технических наук, один из основателей компании «Автаган», который окончил этот ВУЗ в 1996 году, Алексей Комщин. Компания «Автаган» в двух словах – это мы производим кристаллы, чипы, мы производим с двухчастое промозильное управление, мы производим светодиоды. У нас на заводе на Таллинском шоссе, на пересечении Таллинского инкада, мы производим светодиодную технику. Сегодня мы, наверное, в тройке российских производителей светодиодной техники, но и вот единственные такие сумасшедшие, которые отчаялись, ну не отчаялись, а отважились делать именно сами светодиоды, делать электронику и делать хай-тек, заниматься отборкой, делать хай-тек. Бывший ученик Жареса Алферова в непринужденно шутливой манере рассказал собравшимся о своей учебе в ЛЭТИ, о работе за рубежом, о своем становлении как личности и бизнесмене, об интересных встречах с выдающимися людьми. Был у нас на заводе, Дмитрий Анатольевич, в 2010 году, в марте. Он, кстати, очень такой, мне понравился, то есть он очень, однажды нам довелось руку у Владимира Владимировича пожать, он там такой тяжелый, а видеоник очень открытый, такой, очень приятный, приветливый. И, значит, смешно было, когда я ему показывал лампочку нашу первую, он говорит, ну сколько стоит там на полке? Ну на полке, с учетом маржи ритейлера, 1000 рублей. Вот, но это самое, там, это был десятый год. Говорю, к 14-му будет уже там 250. Он говорит, ну все равно сейчас что-то торговато. Я говорю, ну, ну, 4 года быстро пролетят. Вот так смотрит на меня, говорит, да, я хорошо знаю. Время, отведенное на встречу, пролетело незаметно. В качестве напутствия Алексей Ковш призвал студентов как можно больше вкалывать, поскольку, по его мнению, лучшего рецепта для успеха в жизни не существует. Ну а проект «Есть контакт» после более чем удачного старта уже подыскивает нового гостя для следующей встречи.